Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы начинаем наш новый цикл передач «Гастроклуб», наш осенний цикл, и сегодня мы поговорим о вирусных гепатитах. В гостях у меня два доктора, гастроэнтеролога-гепатолога Игорь Николаевич Тихонов и Наталья Игоревна Трофимовская. И спасибо большое, что пришли, согласились, нашли время. Я хотела немножко, чтобы вы рассказали о себе, поскольку мы сегодня будем говорить о достаточно сложных пациентах, пациентах с инфекционным заболеванием, и наверняка не все врачи, которые столкнутся с такими пациентами, они возьмут на себя смелость лечить, например, пациента с вирусным гепатитом. Вот если у них будет такой пациент, куда они могут направить таких больных, могут ли направить к вам, где вы работаете, чем вы занимаетесь, и есть ли такая возможность? Чем только не занимаюсь. Я начну с себя, я ассистент кафедры Сеченского университета, там же и в стационаре я работаю, в том числе, помимо преподавания, и я принимаю в клинике рассвет, соответственно, пациенты могут прийти и туда, и туда. Это все город Москва? Это город Москва, мы федеральный центр, как университет, ну и частная коммерческая клиника рассвет. В зависимости от возможностей пациента и дальнейших наших планов, можно обратиться и туда, и туда, все это доступно, и наши контакты в том числе есть в интернете. Ну, плюс ко всему, мы являемся соучредителями телеграм-канала Джильбер Клаб, клуб Джильберов, мы по-русски его так назвали, где он, конечно, в первую очередь для врачей, но в планах у нас расширение нашего материала и вещание информации для пациентов, но пока это чисто врачебный телеграм-канал, есть фейсбук-страница, потом, если будет возможность, мы поделимся, может быть, внизу видео и так далее. Так что эти пациенты попадают и в наше поле зрения, мы с ними работаем достаточно давно, лично я уже больше 10 лет, хотя исторически я бы не мог это не сказать, пациенты в России с вирусными гепатитами все-таки перенаправляются, в первую очередь, к инфекционисту. По разным причинам, и самая главная для меня причина, это дальше маршрутизиация пациента. Если у них есть показания для противовирусной терапии и есть возможность в конкретном регионе учреждения давать эту терапию по ОМС, а в наше время это абсолютно реальная практика в московском регионе и для гепатита В и С, есть для этого условия, то это все-таки инфекционные учреждения, в частности, инфекционная клиническая больница, где пациенты встают на учет и получают по показаниям противовирусную терапию. Вот эти показания, это, конечно, достаточно обширная тема, есть и свои подводные камни, и чисто, скажем так, логистические и практические вещи, когда не всегда, к сожалению, пациент может оперативно получить эту терапию, но в целом ситуация, конечно, изменилась, я думаю, мы сегодня про это поговорим. То, что я хотел сказать про себя и... Да, Наталья Игоревна. Ну, я, собственно, врач-кастроэнтеролог-гепатолог клиники Рассвет, и Игорь Николаевич уже сказал про, собственно, Жильберт Клаб, так именно нас можно найти в Телеграме, и я к этому бы добавила, что у нас также есть подкасты, которые можно найти на Ютубе и на портале Яндекс.Музыка, и кроме того, помимо информационной составляющей нашего клуба, канала, там есть возможность для любого доктора, в принципе, задать свой вопрос или написать нам на почту корпоративную, которая там висит, и поделиться, например, каким-то сложным случаем, кейсом, который вызывает вопросы. И если, например, территориально доктор удален от нас, то мы можем онлайн обсудить и подгрузить этот случай вообще в наш канал, и, может быть, все вместе какое-то коллегиальное решение принять. Спасибо, я хочу вот на это обратить особое внимание, потому что мы вот здесь очень часто в этом кругу собираемся такими академическими категориями мыслим, но вот то, что сейчас делают молодые врачи, вот такие вот сообщества очень интересные в интернете, и конкретно Жильберт Клаб, я сама там состою и читаю ваши все публикации, то есть это самые передовые статьи, самые какие-то вот на крае науки все это происходит, гипотологии, и поэтому, в общем, это на самом деле очень интересно, когда ты сам не имеешь возможности следить за последними иностранными публикациями, там все это выкладывается и на русском языке, и ссылки на англоязычные источники, и словами это все тебе объясняют в подкастах, поэтому вот хочу всех врачей, даже если вы не гипотологи, а обычные гастроэнтрологи и терапевты, кто, может быть, глубоко не погружены в проблему заболеваний печени, там очень много можно почерпнуть для себя интересного. Мне нечего добавить, спасибо. Спасибо. Я просто смотрю на вас, потому что я пытаюсь вспомнить вопрос, который я хотела вам задать, когда вы говорили свою речь. Вот он, какой вопрос у меня был. Ну, то есть вот вы сказали про врача-инфекциониста, то есть когда все-таки я, врач-гастроэнтролог, у себя на приеме сталкиваюсь с пациентом, у которого вдруг положителен анализ, там HBS-антиген, написано положителен, я, вот, организационный вопрос, я должна сама разбираться с этим пациентом и направлять его на какие-то дополнительные еще обследования, либо я его должна направить к вам, к гипотологу, либо я его сразу должна направить в инфекционную больницу. Вот как это должно происходить? Потому что вот свой пример. Недавно у меня был пациент, совершенно для него неожиданно пришел анализ HBS положителен, он даже на это внимание не обратил. Я просматриваю анализы, говорю, ой, а у вас вот положительный. Ему не сказали, возможно. Да, ну, то есть он и знать не знал, просто принес мне пачечку анализов, и дальше я понимаю, что я-то его лечить от гепатита B, во-первых, не могу и не умею мне нечем, во-вторых, я до конца не уверена, ну, что действительно вот только этого анализа достаточно для установления диагноза, и я его, не знаю, правильно я сделала или неправильно, отправила на диагностику, на ПЦР-тест, сказала, что вам надо дать качественный тест на ДНК вируса гепатита B. Вот, и потом он уже, когда ко мне вернулся с подтвержденным ДНК-тестом, только тогда я его перенаправила к гипотологу, может быть, даже к вам в клинику Рассвет, по-моему, так и было, да. Возможно. Вот, то есть правильно ли я сделала, либо нужно сразу его куда-то к инфекционисту и вот не гонять вот по таким дополнительным... Это вопрос и логистики, и, собственно, финансирования этих затрат на обследование и дальнейшее лечение, которое планируется. Если это пациент УМС, это для меня все-таки один путь. Если это ДМС, там иногда чуть проще согласовать какие-то обследования и так далее. Если пациент настроен сделать все оперативно быстро и не смотрит, условно, на финансовые составляющие, то можно сделать сразу. Другой вопрос, то это зависит от конкретного вируса, о котором мы говорим. Вот гепатит В, которого сейчас упомянули, достаточно сложная ситуация, но в целом для, наверное, врача общей практики, потому что, попадя к инфекционисту, попав к инфекционисту, пациент все равно пройдет несколько обследований. Я поясню. С-антигена, конечно, недостаточно. ПЦР, исследования на качественные, иногда даже количественные, тоже недостаточно, потому что, чтобы определиться с показаниями к лечению, нам нужно условно три показателя. Это активность АЛТСТ, биохимию мы берем всем, это достаточно просто. Это вирусная нагрузка, количество, стадия фиброза, то есть пациенту проводится эластометрия, которая, слава богу, стала достаточно доступна в России. Здесь бы я еще назвал четвертый момент статус по HBI-антигену, то есть репликативная активность вируса. Кроме того, мы смотрим обязательно маркеры вируса гепатита D, нет ли у пациента коинфекции, дельта инфекции, то есть антилаг вируса D. Некоторые смотрят сразу РНК вируса гепатита D. Я напомню, что отдельно друг от друга не существует. Об этом мы еще про гепатит B отдельно поговорим. То есть это большой список. Да, то есть все-таки пациентам лучше не заниматься самой, будучи просто гастроэнтерологом на каком-то амбулаторном приеме, а отправлять в специализированные учреждения. Мне кажется, если мы ориентируемся в этого проблеме, если конкретно отдельный гастроэнтеролог ориентируется, то можно сразу назначить все эти тесты. И уже потом отправиться. И потом инфекционисту будет или гепатологу будет проще. И для пациента это большая экономия времени. Но тогда мы сегодня по окончании этой передачи должны дать конкретные рекомендации, что должен сделать обычный гастроэнтеролог. Вот этот перечень, небольшой список, в принципе он запоминаемый, чтобы пациент уже от нас с грамотным списком данных анализов пришел к конкретному уже доктору, который будет его лечить. Ну или принимать решение о лечении. Мне было бы приятно увидеть пациента уже с готовыми анализами. С полным списком. Ну как для любого специалиста. Так, это хорошо. У меня оно даже в избранных в телефоне, потому что каждый раз печатать этот список. То есть да, просто записать себе перечень анализов гепатита В и гепатита С, это несложно. А вот давайте мы сейчас сразу перешли к хроническим гепатиту В. Вот для тех, кто не погружен в эту проблему, вспомним вообще, какие есть на сегодняшний день вирусы гепатитов. Перечислите нам. Ну, собственно, первым, как мы сегодня обсуждали, когда готовились к эфиру, первым был открыт, собственно, гепатит В. В, да, казалось бы, не А, потому что по фамилии открывателя. Ну, собственно, Дельта — это агент, о котором мы поговорим, который сосуществует с гепатитом В, гепатит С. Ну и, собственно, гепатиты, которые не имеют хронической формы, но могут иметь затяжную форму, в частности, гепатит Е или И, гепатит А. Это всегда острый гепатит, да? Ну, в целом, чаще всего, в большинстве случаев. То есть, бывает хронический гепатит А? Хронический А не бывает. Не бывает. Гепатита А чуть более затяжное течение для гепатита Е до 2 лет у иммуноскомпрометированных лиц. Если успеем, мы по этому говорим. То есть, гепатита Е хронического тоже не бывает, бывает затяжное течение. Но так или иначе, гепатит Е все-таки уходит из организма, не переходит в какую-то пожизненную. Если иммунокомпетентный пациент, да, если он не получает иммуносупрессию. Итак, значит, у нас получилось А, Б, С, Дельта и Е. Правильно? Все перечислили? Все. Дальше, если начинается разговор о вирусах типа гепатита G и ТВ. Я никогда так не говорю, но про себя считаю, что пациент должен поменять врача. Потому что гепатотропный эффект и свойства этих вирусов доказаны, а клиническое значение не доказано. То есть, формально это часть вириома, всем нам такое уже привычное слово микробиом, а это нормальный состав вирусной флоры, если так можно сказать, в организме. И считается большей частью ученых, что тот же самый ТТВ-вирус, который определяется во многих биологических тканях, например, иногда он не имеет клинического значения. В любом случае, например, если речь идет о гепатите, то есть повышении ЛТСТ, или тем более циррозе, эти вирусы никак не могут на это повлиять и вызвать заболевание печени, значит, что-то мы пропускаем. Так, ну, в общем, мы поняли, что для нас наиболее важную клиническую значимость имеют все-таки хронические гепатиты B и C. То есть, мы сегодня, наверное, не будем говорить об остром гепатите A. А гепатит E, я так понимаю, в нашей стране крайне редко встречать. Хотя, когда училась в институте, что-то было, что это только вот из стран Африки можно привезти или Азии, да? Нет? Мне кажется, его стало чуть больше с одной стороны, потому что на него как-то обратили внимание. Ну, то есть он в России у нас встречается. Сам видел. Да, недавно выделение было. Просто если не тестировать, то мы не узнаем, что это было. А когда мы должны заподозрить и назначить пациенту анализ на гепатит E? Допустим, конкретный пример с амбулаторного приема пациентка из другого города, у которой нарастающая желтуха и очень высокая активность трансаминаза. Очень высокая для нас это несколько тысяч. У нее отрицательный гепатит А, Б, С, Дельта, естественно. Нет токсического фактора, алкогольного лекарства. Ничего того, что могло бы дать формально острый такой пульминатный гепатит. А она была где-то за рубежом или нет? Нет. Это, по-моему, Омская область была. И мы взяли маркеры гепатита E. Ну, то есть когда у нас есть гепатит, неизвестный, непонятный для нас этиологией. Высокая активность. Высокая активность. С ферментов АЛТ, цитолиза, да? Как правило, это несколько сот единиц или тысяч. Ну, то есть гепатит E, он вот так вот агрессивно протекает? Потому что это острая инфекция. А, понятно. А скажите, пожалуйста, напомните, как им заражаются? Так же, как гепатит МА, это фекально-оральный путь заражения, да? Да. Ну, кстати, было очень интересное исследование из Германии, что достаточно большой процент, сейчас его точно не назову, компонентов крови для трансфузии, плазма, альбумин, собственно, эритроцитарная масса, несут в себе вирионы вируса гепатита E. Вот как только 100 лет проверять, подняться вопрос. То есть парантерально тоже можно заразиться? Можно, конечно. Можно. Но основной путь, конечно, фекально-оральный. Фекально-оральный. А как лечат таких пациентов? Так же, как и гепатита? То есть это какая-то просто инфузионная терапия? Ну, для него, в отличие от А, иногда применяют, собственно, противовирусные схемы. В частности, обсуждается рибуверин и даже интерфероны. То есть та старая схема, которой, например, мы лечили гепатит С. Кстати, интересно. Фекально-оральный подразумевает, конечно, продукты в первую очередь. Брязные руки, наверное, да? Да, речь идет в первую очередь о свинине. В каком-то регионе главный инфекционист области, как раз мы эту пациентку обсуждали, она махнула рукой с высотой своего опыта, сказала, что у нас каждый май урожай гепатита E. Потому что идут шашлыки традиционно в России, и свинина, как бы она ни проверялась, не знаю, или дефектно проверялась. Всегда есть какие-то нюансы в этом аспекте. Все равно есть пик заболеваемости гепатита E. То есть даже какая-то термическая обработка мяса все равно не спасает? Или это просто, когда жаришь шашлыки, не до конца все? Вы же там не проводите ревизию всех шашлыков, которые насадили на шампур. Ну, то есть в России самое опасное, получается, это в плане гепатита E, это мясо. Это свинина. Интересно, вот это я совершенно не знала, для меня это новая информация. Да. Так, ну давайте теперь перейдем к гепатитам хроническим. B и C. Да? О чем поговорим сначала? А, B. Да, если можно, я маленькое введение сделаю. А в целом в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, где-то 250 миллионов инфицированных пациентов с гепатитом B. В первую очередь это развивающиеся страны, это страны Азии, у них исторически намного выше заболеваемость. И, кстати, много исследований по гепатиту B, это в основном Азия. Азиатские авторы, ну, понятно, там больше когорты можно набрать, и политика государства в этом плане достаточно активная. Если мы говорим носительство S-антигена, термин немножко устаревший, надо сказать, но когда нужно дать официальное заключение, то приходится пользоваться старой терминологией. А что такое носительство? То есть HBS-антиген почему-то есть, но инфекция неактивная, вирус не реплицируется. Да, но отсутствует вирусная ДНК в крови. Вот таким суррогатным маркером для разграничения тех стадий вирусной инфекции B выбрали именно наличие, во-первых, и антигена, но не менее важной и самой ДНК вирусной. То есть мы понимаем, что в крови ее нет, но она есть. Определив печень. То есть это меньше уровня определения лабораторным методом. Да, лабораторный метод определяет не ноль. Даже ультра-чувствительный метод это 10-20 единиц в миллилитре. И плюс вирус может быть и в системе мононуклеаров, в макрофагах, не только в гепатоцитах. То есть наличие SBS-антигена все равно нам связи с этапом инфекции, но неактивной какой-то, да? Да, ну то есть ее так называли раньше неактивной инфекцией или насильство. И есть еще понятие латентная вирусная или оккультная вирусная инфекция. Это, кстати, другая немножко история. Я, наверное, сразу указываюсь. Потому что нет ДНК вирусной, нет S-антигена, но есть антитела коровскому антигену, анти-HB-кор. То есть это может быть исход нескольких сценариев. Либо пациент перенес острый гепатит B и выздоровел. У него в любом случае остаются эти антитела. Так же, как и более привычный нам анти-HB-S. Либо у пациента вот эта оккультная скрытая инфекция, и он все равно сидит глубоко в тканях. И в конкретных клинических ситуациях это играет очень важное значение. Например, при назначении ретуксимаба или инфлексимаба, препаратов, которые направлены на лечение других заболеваний, например. И если у нас происходит иммуносупрессия или трансплантация, например, костного мозга и тканей, других органов, то она активируется. Есть риск. И всегда коллеги знают, что, во-первых, нужно тестировать до назначения этой терапии. Хотя я вижу это, к сожалению, достаточно редко. Мы обсуждали, как раз проверяют перед назначением иммунобиологической терапии, тех же самых ВЗК, на туберкулез, в первую очередь, скрининг проводят. А анти-HB-коровские антитела, что входят в протокол, в большей части. Обычно определяют скрининговые, только в HB-S антиген. Это не исключает того, что у пациента вот эта самая оккультная инфекция. С другой стороны, если мы видим во время лечения или химиотерапии, или иммуносупрессии, необъяснимый рост АЛТ достаточно высокий, то в первую очередь мы смотрим ВИЦ. На предмет реактивации, либо острого инфицирования. Вот интересно, я сейчас тоже являюсь врачом в клиническом исследовании по эзенофильному зафагиту. Там у нас тоже моноклональные антитела. И у нас есть один пациент, который перенес гепатит, вылечился гепатит B. Но мы его каждый месяц тестируем обязательно на АЛТ-СТ и HB-S антиген. Но больше ни на что. То есть вот такие тонкости мы как бы не делаем. Это протокол, то есть это не наше. Это вот такой прописанный протокол. Но давайте мы сначала, прежде чем в такие вот тонкости диагностики инфекции, поговорим про распространенность. Вы сказали такие общие цифры в мире, что там азиатские страны больше. А в России ситуация, она вообще по сравнению с европейскими странами, она намного хуже. Она катастрофическая, потому что как-то об этом все мало говорят и замалчивают. Насколько, вот есть ли какие-то данные, каков процент населения России заражен? Или насколько эта ситуация вообще для нашей страны, она серьезна? Серьезно? Серьезно. А на сколько вы комментируете? На самом деле, мне кажется, что хорошо, если мы не хотим как-то там порочить уровень статистики и какими-то такими общими фразами выражаться, то можно просто сказать, вот как раз тоже, что мы обсуждали, что только 5% населения знает о своем статусе, во-первых. Во-вторых, Россия страна очень большая, у нас много регионов с разной плотностью населения, с разным уровнем вообще всего, и здравоохранения, и учета, и так далее. Поэтому проблема стоит, она очень распространена. У нас очень, не очень, наоборот, хорошо выявляются инфекции, не все группы населения тестируются. Ну, то есть, если человек не относится к группе риска, условно, как мы с вами доктора, или там не работает с детьми, то с большой долей вероятности, даже если у него есть рутинная диспансеризация, его могут не скринировать на наличие данных инфекций. Тем не менее, у каждого есть какие-то инвазивные вмешательства в течение жизни, там, стоматологический, даже банальный маникюр. И поэтому каждый человек в течение своей жизни, даже не сталкиваясь с медицинскими глобальными вмешательствами, подвергается факторам риска. Ну, там, половой путь передачи, он имеет гораздо меньшее значение в данном контексте. Ну, сейчас я вас отдельно спрошу про пути передачи. Мне просто хотелось подчеркнуть, что гепатита В в России много, но четкой статистики нет. Но мы должны все-таки быть насторожены в этом смысле, потому что его много. Я бы сказал чуть помягче. Его стало меньше. После 90-х, когда ввели вакцинацию новорожденных в России, во всем мире, но не так мало, как, например, в развитых западных странах. Там, например, гепатит В и С, в первую очередь, признан орфанным заболеванием. Для меня это было удивительно прочитать. Мы привыкли, что орфаны – это генетические редкие болезни. Здесь вирус, который, в частности, в нашей практике встречается, если не каждый день, то достаточно часто, назван редким. Потому что там соблюдается, собственно, национальная программа вакцинации. Но ситуация сейчас немножко поменялась и в Америке, и в Европе, потому что миграционные потоки – это неизбежно, немножко исказили общий фон. И, например, сейчас они пересматривают национальные рекомендации по ревакцинации и, в принципе, к диагностике этой инфекции. Так, давайте теперь для наших зрителей повторим, чтобы у всех отложилось, как можно заразиться вирусом гепатита В. Мы сказали про А и Е, что это фекально-оральный путь передачи, то есть через рот, через грязные руки, гепатит В. Ну, я еще немножко вклиниюсь перед В. Хоть скоро А первый, что А еще есть половой путь. Серьезно? Да, ну, собственно, если речь идет о банальном сексе, поэтому группа риска относится к так называемому МСМ, то есть Men having sex with men. Ну, называйте, как хотите. Но мы все понимаем, что это контакт с фекалиями так или иначе, особенно если это не защищенный секс. Поэтому такие вещи вроде бы и некоторым неудобны, и не принято обсуждать на приеме, но это сторона жизни, пациента тоже есть, от нее никуда не денешься. И если пациент группа риска, он, в частности, должен быть предупрежден и немаловажно вакцинирован от гепатита А. Передаю слово по гепатиту В и С. Да, как можно заразиться вирусом гепатита В и Дельта, да? И С тоже тот же самый путь передачи. Или немножко по-разному? Ну, давайте расскажите. Ну, вообще, говоря о вирусах В и С, мы же говорим о контакте, в первую очередь, с кровью. Поэтому это все, что имеет этот фактор, пункт... То есть это, так называемый, парентеральный путь? Ну, парентеральный, да. В любом случае, это парентеральный путь передачи. И на первом месте здесь все-таки медицинские вмешательства, в том числе еще и потому, что у любого вируса для заражения необходима какая-то заражающая доза. И поэтому медицинские вмешательства, как первый пункт, также есть половой путь, вертикальный, собственно, путь от матери к ребенку. Вот, поэтому, в общем, любой контакт с кровью, собственно, для медицинских работников, да и не только, есть момент, там, про уколоться иголкой, там, случайно наступить и так далее. Вот про это, я думаю, мы тоже сегодня поговорим. Можно ли таким образом заразиться и что делать? Ну, вот вы давайте нам сразу и скажите, можно ли заразиться, если наступить на какую-то иголку, которая там уже какое-то время лежала на улице, допустим. На самом деле, тут все очень просто, поскольку в случае с гепатитом B, в общем-то, первичной профилактикой является вакцинация. И если мы вакцинированы по календарю и ревакцинированы вовремя, там, каждые 10-12 лет проверяем свой титр антител, или являемся группой риска и каждые 10 лет ревакцинируемся, то, собственно, наступили на иголку. И именно в контексте гепатита B, потому что на иголке может быть много всего, мы про это помним, но мы говорим про гепатит B и C. И, соответственно, в этом контексте от гепатита B мы защищены, если у нас есть титр антител. А гепатит C, если нам не повезет, и вдруг он у нас будет определен каким-то образом, то при обнаружении маркеров гепатита C он в любом случае лечится. Считается, что острый гепатит C можно 12 недель наблюдать, но вот в американском, по-моему, последнем консенсусе написано, что не надо ждать 12 недель, сразу лечим. А вот я, насколько помню, еще из институтских времен, нам говорили о том, что гепатит C мгновенно погибает во внешней среде, и им можно заразиться только при, фактически, переливании крови. То есть, когда прям такой какой-то свежий и массивный контакт. Большая вирусная нагрузка. Да, а что гепатит B, он такой достаточно устойчивый, и что вот на засохшей иголке, если была какая-то, ну, даже небольшой дозы и старого какого-то биоматериала, тоже может быть достаточно, чтобы заразиться. Это правда? Ну, это еще заражающая доза. Если у пациента есть вирусная нагрузка, мы не всегда, к сожалению, знаем. Да, мы знаем условно, что он B+, мы только что обсудили, что под этим подразумевается. То же самое носительство, оккультная инфекция, хронический гепатит, хронический гепатит B с получаемой антивирусной терапией. Не у пациента, а вот, например, ну вот на каком-то медицинском инструменте остались вот эти капельки, да, и там есть вирус. И вы знаете, что это от вирус плюс пациента. Да, 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 да. Я здесь, кстати, ремарку добавлю, потому что даже если мы привиты, по правилам у нас есть ограниченное количество времени, чтобы начать ревакцинацию. По правилам мы должны пройти, раньше, кстати, был еще антибеймонглобулин, который переливали, это дорого, ненадежь вообще, и иногда его вообще вычеркивают. То есть что вы хотите сказать, если наступил на иголку, то надо бежать ревакцинироваться, то есть у нас есть вот такие меры экстренной профилактики, да, то есть если что-то случилось, и даже если у тебя вакцина была какое-то время назад, все равно нужно идти и делать ревакцинацию. Ну, это можно об этом сказать, например, в контексте, если нас смотрят врачи, да, если, например, вы точно знаете, что вы, например, укололись иглой от инфицированного пациента, или во время хирургического вмешательства это произошло, ну, то тогда да. Ну, естественно, если человек не врач, идет по улице, укололся иглой, то, ну, не знаю, насколько это по правилам действительности. Мы больше, наверное, про медицинские. Да, мы больше про медицинских. Ну, то есть если случайно укололся иглой, бежать сразу и делать ревакцинацию. Если до этого была вакцинация адекватная по правилам, то, наверное, можно в целях там собственного успокоения посмотреть маркеры, ну, сдать анализы. Если у вас иммунный ответ, остались ли антитела? Хотя мы все знаем еще с института, что антивирусный иммунитет – это клеточный иммунитет. Но мы исторически привыкли к тому, что мы смотрим все-таки титр антител, анти-HBS. Понятно. Давайте я подытожу, чтобы у нас отложилось в голове. Итак, если произошел какой-то контакт с неизвестным биологическим материалом, и мы не знаем, что там, и у нас была прививка, да, то мы, если мы не знаем, что там и была прививка, то мы идем сдаем титр антител, анти-HBS. И если он нормальный, мы живем спокойно. Если он низкий, то мы бежим ревакцинироваться. А если мы знаем, что это материал, иголка, скальпель, кровь и так далее, от B+, пациент, то мы в любом случае сразу идем ревакцинироваться. Причем чем раньше, тем лучше. Раньше это было 72 часа, сейчас иногда обсуждают даже 2 часа. То есть какие-то сыворотки здесь не работают, здесь работает именно вот вакцина. Ее и не найдешь. Сыворотку не найдешь. Все, понятно. Еще вопрос такой животрепещущий про маникюр и стоматологов, то есть про те процедуры. Понятно, что скальпель, иголка, это что-то из ряда вон выходящее. А вот то, что каждый будний день в нашей жизни происходит, насколько это опасно и насколько надо за это переживать, если есть прививка. Я повторюсь мантру, все должны быть привиты независимо от пола, возраста. То есть если есть прививка, на маникюр можно ходить спокойно. Или все-таки лучше иметь каждому свои маникюрные инструменты? Ну, это касается вируса гепатита С, в контексте сегодняшней беседы. Все-таки риски есть определенные. Почему мы проводим сбор анамнеза в отношении вот этих мешальств? Переливание крови, оперативное лечение, стоматологические мешальства, особенно кровавые такие, как импланты зубные и так далее. Туда же маникюр-педикюр и туда же пирсинг-татуаж. Хотя в современном мире... А татуаж тоже опасно. Ну, считается, что это фактор риска. Хотя сейчас я не думаю, что найдется человек, который, проходя по улицам Таиланда, сделает в этой подворотне себе татуировку. Все осознанно принимают это решение. А в каких-то серьезных салонах, там же, наверное, какие-то одноразовые? Одноразовые, да. Ну, то есть это такие, наверное, может быть, не пересмотренные в какой-то степени факторы риска, но, тем не менее, есть же случаи острого заболевания, которые, ну, по факту клинически было вмешательство. Совпадают хронологически с татуажем, допустим, несколько месяцев назад. Про стоматологию я бы добавил. Мы сейчас немножко так кинули тень. На стоматологию. Но, к сожалению, конечно, это не их вина. Есть такая очень однозначная, действительно проблемная сторона всей этой проблемы. Проблемная сторона. Что пациенты иногда действительно не знают свой статус. Как мы уже сказали, 5% только знают, что они инфицированы по разным причинам. Но еще иногда пациенты стесняются, боятся или специально не говорят о том, что они инфицированы по разным причинам. Но, опасаясь, например, осуждения врача или опасаясь какой-то стигматизации в обществе, распространения этой информации после визита к врачу, где пациент рассказал о своем статусе. Особенно это касается учителей. На мой взгляд, какой-то дикий страх о том, что в школе узнают, что учитель положительный. Хотя, естественно, там нет никаких факторов риска, контакта с детьми такими, которые могут заразить. Потому что в быту вирусами не заражаются. Тем более в школе, где нет там условно бритв, ножниц и так далее. Так вот, если коллега-стоматолог не знает о том, что работает с инфицированным пациентом, то и в ряде случаев обработка инструментов будет не то, что не надлежащая, а будет по стандартному протоколу, который в ряде случаев, к сожалению, недостаточен для убивания этого вируса. Таким образом, такая получается прямая парентеральная передача вируса следующим клиентам. Ну, то есть, вот каждый раз, когда ты идешь к стоматологу, не исключено, что тебя могут заразить. Ну, если утрировать эту фразу, то, наверное, да. Потому что, ну, лично в моем опыте, все случаи за последние годы острого гепатита, в первую очередь С, это стоматология. Какой кошмар. Коллеги, не любите меня. Нам нужен круглый стол со стоматологами. Потому что это самая частая процедура, да, зубы болят у всех, причем спектр стоматологических услуг большой. Мы должны не забывать... Как-то можно от этого защититься? ...гигиеническую чистку. ...знакомому стоматологу и просить его, я не знаю, быть первым на стоматологическом приеме утром. Есть какие-то... Я не думаю, но это какая-то уже навязчивая идея. Привиться, если это гепатит С, потом вылечиться у ведущих гепатологов Российской Федерации. Понятно. Давайте теперь поговорим немножко про диагностику. Вот мы уже говорили, да, что надо сдать HBS-антиген, ПЦР-количественный анализ на ДНК вируса, HBE-антиген для того, чтобы понимать, реплицируется он или нет. Репликативная активность. HBCOR-антиген, да? Антитела. Антитела к HBCOR. Антитела к HBI-антигену тоже. А антитела к HBI? То есть мы определяем, произошла ли серая конверсия, то есть смена антигена и антигена на выработку антитела, исчезновение и антигена. Так, но если уже есть HBE-антиген, то зачем тогда антитела к нему? Неоднозначная ситуация. Всегда мы в сцепке смотрим. Мы же не знаем. Это список сразу дает. Мы же обещали грамотный список анализов полный. Значит, HBS-антиген, HBE, анти-HBE, правильно? Анти-HBCOR. Анти-HBCOR. А сам HBCOR-антиген нужен? Нет. Самое интересное. Анти-ХАВ, антитела. Антитела к вирусу гепатита А и антитела к вирусу гепатита D. Суммарно или ЭГГ. А как-то зачем? Потому что часто достаточно бывает безжелтушная форма гепатита А, и мы не знаем, что пациент ее перенес. Сейчас, если у пациента нет антител к вирусу гепатиту А, у него есть хроническая болезнь печени. Это, кстати, касается не только гепатита B. Сироз, аутоиммунный гепатит можно перечислять бесконечно. Даже жировая болезнь печени, о которой мы так много в последнее время говорим, он должен быть привит от гепатита А. Потому что инфицироваться им все-таки проще. Это не парентеральный путь, фекально-оральный. Его стало чуть больше, возможно, по разным причинам. Пациенты больше ездят в тропические, экзотические страны, в том числе и в Азию, и в страны СНГ и так далее. Миграционные потоки тоже увеличились. Все это определенные риски создает. И если у пациента с заболеванием печени будет гепатит А, он может его перенести намного тяжелее, вплоть до фульминантной печеночной недостаточности. То есть мы это делаем не в качестве диагностики, а чтобы защитить пациента. Вакцинировать. Узнать, болел или не болел. Если болел, то антитела защищают на всю жизнь, в отличие от гепатита А, а если не болел, то без каких-либо сомнений. А к Дельте я прослушала что? Антитела? Антитела. Антитела к вирусу гепатита D суммарные. Суммарные. Если они выявляются, то мы уже смотрим, реплицируют Дельта или не реплицируют, то есть смотрим РНК. Давайте про Дельта тоже пару слов скажем. Я помню тоже из института, что Дельта это вирус, который сам по себе не существует. Это РНК вирус, который присаживается на... То есть существует только вместе с вирусом гепатита B. Он реплицируется за счет поверхности гена гепатита B. Кстати, самый маленький РНК, содержащий вирус гепатит D. Маленький, да удаленький такой. Я тоже, насколько помню, чаще всего эта комбинация встречается у наркоманов, больше ни у кого. Абсолютно нет. Да? Нет? Она чаще встречается в тех странах, где много гепатита B. А все-таки, не вспомнишь, что это страны СНГ, наверное, Азия, Африка, я так думаю. Ну, то есть любого человека с гепатитом B мы обязательно должны... Обязательно. Это принципиальный момент, потому что протекает так же, но прогноз этого пациента абсолютно другой. Он намного быстрее может уйти, выраженный фиброз, цирроз и риск рака печени, даже в отсутствии цирроза, надо сказать, выше почти в 6 раз. Понятно. То есть мы... Ну и подходы к лечению, к сожалению, более ограничены, хотя появились сейчас новые лекарства. Так, ну давайте тогда перейдем к лечению, что ли, да? Диагностику мы специфическую как бы закончили. Я бы, наверное, в качестве такой небольшой вишенки, очень важной. Если перед нами пациент с неясным гепатитом, с очень высоким АЛТ, надо брать ПЦР, а не те маркеры, которые мы с вами перечислили. Это касается и анти-HCV, это касается и HBS-антигена и всего другого спектра. Даже ИГМ, иммуноглобулины М, мы знаем, что они появляются в течение 2-4 недель в момент инфицирования. Я всегда рекомендую и делаю сам так, брать только ПЦР. А, Б, С. В России доступны ПЦР-тест, качественные, есть или нет. То есть если мы уже пытаемся разобраться с пациентом, лечить его, не лечить, какая форма и что, это вот развернутый список анализов. А если перед нами какой-то острый пациент, которого мы не понимаем, что с ним, мы просто назначаем ПЦР на А, Б и С. ИГМ, иммуноглобулина класса М, то есть ранние маркеры свежей инфекции, для гепатита Е. А почему гепатит Е нельзя тоже сделать ПЦР? Потому что в России не делают. А, просто не делают такой анализ. Просто не делают, да. Понятно. А ПЦР качественный или количественный? Качественный. Есть или нет? Просто качественный. Все, поняла. То есть нам вот этот развернутый список анализов со всякими антителами, антигенами нужен просто для принятия, для понимания, в какой стадии находится этот процесс и можем определить показания к лечению. Да, все понятно более-менее. Ну, кстати, вот важное слово произнесли. Гепатит В можно не лечить, как бы это ни звучало странно для некоторых, в первую очередь, пациентов. Гепатит С нужно лечить всегда. Обязательно. С другой стороны, однажды, начав противовирусную терапию от гепатита В, почти всегда мы ее продолжаем пожизненно. На сегодняшний день это так. И исчезновение С-антигена, это самая главная задача, переход в антитела к этому С-антигену, сероконверсия, возникает меньше, чем в 5% случаев пациентов, получающих противовирусную терапию. Если стойко отсутствует вирусная ДНК, через 3-5, иногда больше лет, можно попробовать отменить противовирусную терапию, но чаще всего возникает реактивация вируса. То есть это что, пожизненный прием препаратов? Ну, это одна таблетка. А что за препараты? Вот расскажите нам, что это интерфейс. Приятный момент, в России есть все, что есть в мире, а их на самом деле всего три. Это энтоковир и тенофавир в двух формах. То есть это таблетки, которые пациент пьет одну таблеточку в день, но постоянно. Да, для тенофавира есть нюансы в отношении функций почек, а минерального обмена, но это уже нюансы, которые... А эти препараты, они выдаются как-то этим пациентам или они их покупают? Как вот это все происходит? Могут выдаваться. Выдаются. В зависимости от регионов, насколько я могу здесь ошибаться, но в некоторых регионах даже просто в поликлинике по месту жительства можно получать, но это такая информация от некоторых пациентов. Ну, то есть еще раз сейчас напомним, что для того, чтобы это случилось, пациент должен нами быть направлен к врачу-инфекционисту. Так? Ну, здесь больше бюрократические нюансы, потому что это постановка на учет, определенные в ряде случаев комиссии, приоритеризация и так далее. И здесь же про С. Последние международные и российские рекомендации, которые вышли в конце прошлого года от Минздрава, постулируют, что факт выявления вирусной РНК или антигена гепатита С в крови является единственным показанием противовирусной терапии. Раньше, даже я застал эти времена, некоторых пациентов мы могли действительно с диагнозом неактивной гепатит С, то есть нормальной ЛТ и отсутствия цирроза не лечить, подождать и думали, что это никак не вредит пациенту, на самом деле это не так. То сейчас и пациенты с циррозом, и пациенты без цирроза, с повышенным ЛТ. И вообще и с неактивным процессом. Сейчас нет такого термина. Сейчас уже нет такого термина. Сам факт наличия вируса, это обязательно показание к лечению, в отличие от гепатита В, потому что В мы не всегда лечим, потому что, во-первых, нет эффективных до конца лекарств, а во-вторых, он более благоприятно течет. Да, правильно я поняла? Да, неэффективно, просто они подавляют репликацию, и отсутствие репликации вируса, вызванной либо иммунной системой пациента, либо самой таблеткой, препаратом, это и есть наша главная цель, потому что это не влияет на прогноз пациента. Прогноз пациента хороший. При гепатите С, повторюсь, неактивный гепатит, такого понятия нет. Не бывает, то есть гепатит С всегда приводит к каким-то плохим сценариям. Да, я уже упомянул, что вот это неактивное насильство или HCV-инфекция без повышения ЛТ, она не настолько безобидна, потому что, во-первых, у вируса гепатита С, в первую очередь, есть в ней печёночные проявления, это огромное количество, начиная от поражения кожи, почек, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы. Но самое главное, кстати, не в малом проценте случаев, это когнитивная дисфункция, и депрессия, и нарушение ментального статуса. Казалось бы, ну и остенический синдром. Простая вещь, о которой инфекционисты, гепатолог, естественно, не сразу думают. Но многие пациенты говорят, после того, как уходит вирус, они чувствуют, во-первых, себя намного лучше. Во-вторых, какие-то вещи, ну тот же самый, соображалка по-простому, становятся намного лучше, или уходят кожные проявления, или стабилизируется функция почек, и так далее, и так далее. Вот почему мы так должны активно заниматься вирусом С. Ну вот здесь, как врачи, должны сказать нам позитивную новость для больных гепатитом С, что он теперь вообще 100% излечивается, да? 99,9. А курс вообще этот лечения, сколько он длится, насколько он обладает побочными эффектами, насколько это там дорого, или это бесплатно, опять-таки? Вот расскажите про лечение гепатита С. Это так как-то случилось? Так интересно, да? Вдруг в один момент появились препараты, которые... Которых все так долго ждали. Которых все так долго ждали. Это же вот буквально произошло, мне кажется, лет 5 назад, да? Может быть, 7. Ну то есть совсем недавно. Ну, мы застали появление первых препаратов, когда были клинические исследования в университете старого поколения. Кстати, у них были побочные эффекты, я их хорошо запомню, но это уже такое просто повспоминать за чашечкой кофе. Современные схемы, во-первых, это 8-12 недель всего, иногда даже не 3 месяца, а 2. И лишены практически полностью побочных эффектов. То есть просто, опять-таки, пациент пьет таблетки, одну таблетку в день, и за 2 месяца все проходит. Ну да. Чаще за 3, все-таки. Тут единственное, можно только упомянуть, но это, наверное, больше для пациента, что должен быть строго соблюдаться график приема. То есть это не должно быть пропусков доз. Нужно уточнить у врача, с какими препаратами нельзя, или продуктами нельзя сочетать, для того, чтобы не снизить эффективность. И очень важно строго соблюдать и пропить весь этот курс от начала до конца. И если это так будет совершено, то вероятность излечения действительно превышает существенно 90%. И это тоже ПАЛМЭС? Можно получить. ПАЛМЭС, это, конечно, зависит от региона. Московская область делала много для этого. Во-первых, для популяризации проблемы и достижения этой программы по элиминации вирусов. Плюс Владимир Владимирович Путин поставил задачу, поднял, обнажил эту проблему. Он реально сказал про гепатит С, про то, что это существующая проблема. И в том числе это сыграло определенную роль в каких-то подвижках. По Московской области, по Москве огромное количество пациентов за 5 лет пролечено. Это уже тысячи пациентов, которые получили препараты. Да, там есть нюансы, потому что все-таки в определенном приоритете иногда пациенты с циррозом, где мы безотлагательно должны начинать противовирусную терапию с учетом риска прогрессирования цирроза, декомпенсации и развития рака печени. Но, тем не менее, любому доступно. Я помню, пациентка, коллега, кстати, пришла на прием, много лет ходила, как-то откладывала эту проблему, потому что был неактивный гепатит. Но что-то случилось, что она решила все-таки заняться. Я ее перенаправил, дал рекомендации, перенаправил в московский центр, в первую инфекционную больницу, гепатологический центр. И она получила препарат чуть ли не за две недели от момента обращения. Бесплатно по ОМС прошла курс. То есть это как будто изобрели лекарство от рака. Вот у меня такие ассоциации возникают. То есть по уровню чуда какого-то, потому что тоже все время рассказывают, что гепатит это такой вирус, который все время мутирует, что невозможно придумать какое-то лекарство. Вакцину нельзя придумать. А, вакцину. Тут можно такую банальную вещь упомянуть, что тоже пациенты часто спрашивают, это вот когда я перестал принимать препарат, а все-таки, ну, как бы, что дальше, я дальше должен как-то наблюдаться или что, ну, нет, по правилам ультрачувствительное исследование проведено, если РНК не выявляется, диагноза нет. Никакого там учета и так далее. Через 12 лет пациент, ну, я не люблю снять с учета, это немножко так полицейские какие-то термины, а через 12 недель после завершения лечения, если нет вирусное в крови, то все. Через 12 недель. А вот еще, знаете, я чего хотела вас спросить? Вы оба сегодня в таком желтушном виде, а мы совершенно не поговорили с вами о клинике гепатита. Может быть, пару слов вот сейчас в завершении этого всего. Вспомним, как вот это все протекает. Ну, понятно, что острый гепатит – это и желтуха, и повышение ЛТС, да? Нет, в этом вся проблема, что нередко острая вирусная инфекция, частная гепатита, о которой мы сегодня говорим, протекает как острая вирусная инфекция. Например, помним, любое ОРВИ, грипп и так далее. Это какое-то катаральное явление, плохое самочувствие, остенизация. Температура. Ломота в суставах, ну, какие-то иногда нарушения стула, может быть, кожная сыпь. А если у вас банальная простуда или вам реально не очень хорошо, всегда ли вы идете сдавать на вирусные гепатиты? Нет, никогда. Я думаю, что никогда. Понятно, что безжелтушная форма для разных гепатитов в процентном соотношении отличается. Гепатита А, именно поэтому это болезнь Боткина или желтуха, к классическому пониманию. Для гепатита Б бывает, гепатита С тоже бывает, но все-таки реже, это где-то 15-20%. Кстати, это хорошо, если при гепатите С появляется желтуха. То есть, значит, что он, скорее всего, остро, да? С большей вероятностью он завершится как острая инфекция, не станет хроническим. Но это бывает намного реже. А гепатит Б как часто с клиникой протекает? Намного чаще все-таки. Ну, сколько? 50% людей болеют с активной клинической желтухой? Ну, где-то так, да, даже больше 50%. Больше 50%. В этом проще, потому что тогда его выявляют. Но опять-таки был такой эпизод, а сейчас с ковидом, тем более, ну, слабость и слабость, которая тянется месяцами или неделями. Бывает, вам скажут. Ну, ковид, что ты хочешь? Это депрессия, да. Ну, а можете дать какие-то вот нам наводки, что ли? Кого тестировать на гепатиты? Ну, кроме желтухи. Желтух, понятно, приходит желтый пациент, мы не находим механической причины для желтухи. Мы обязательно назначим маркеры гепатитов. А вот в других случаях, когда нам делают? Когда мы увидим повышение ферментов, АЛТ, СТ? Всегда. Всегда. Конечно, это первичный скрининг. А вот по клинике? Для гепатита С в первую очередь, поскольку я сказал... Вот вы говорили вне печёночные проявления. Вне печёночные проявления. Расскажите, какие? Ну, вот есть какие-то прям самые характерные, когда вот задумаешься и назначишь обязательно этот анализ? Это смешанная криоглобулиномия, то есть выработка определённых антител, и которые поражают с развитием воскулита кожу, нервную систему, нервы периферические. А как это выглядит? Выглядит как воскулит. Это поражение кожи в виде пурпуры, это поражение суставов в виде артралгии, это поражение нервов различных в виде мононевритов. То есть боли, что ли, какие-то? Да, это боли нейропатические, но и более редкие формы с вовлечением лёгких щитовидной железы. Вот эти пациенты, особенно если у них подвиждаются наличие криоглобулинов, всегда должны быть тестированы на гепатит С, первое. Второе – это лимфома. Показана связь вируса с гепатитом С. Для Б-клеточной лимфомы тоже пациенты должны быть всегда протестированы. Ну и дальше более редкие ситуации. Редкие формы поражения кожи, например, порфирия. Вот лично я никогда не видел порфирию в своей практике, но, тем не менее, вот эти низологические единицы входят в must-have тестирование на вирус гепатита С. Нефрит, гломерол нефрит, не всегда облигатно, но тем не менее, тоже обсуждается. Но это больше к криоглобулиномическому воскулиту с поражением почек. То есть какие-то все неясные поражения сосудов мы всегда должны делать. И гепатит В, который тоже может давать воскулит, он называется узелковый полиартериит. Сейчас его стало намного меньше, потому что и гепатит В встречается реже, но я повторюсь, пока, к сожалению, не ушел из нашей современности. Понятно. В общем, по завершению разговора с вами все идем вакцинироваться, если у нас еще не было по какой-то причине прививки от гепатита. Или проверять титр антител. Проверяем титр антител. Кто вакцинировался, проверяем титр антител, анти-HBS, антител. На маникюр ходим со своими приборами, к стоматологу ходим с опаской. Что еще? И лечим всех пациентов с выявленными марками. Да, и не говорим неактивный гепатит С. Да, гепатит С обязательно лечим как можно скорее. Гепатит В направляем к специалистам. Да? Или подписываемся на Клуб Жильберов и становимся специалистами самостоятельно. Во всем. Да. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. Дорогие друзья, если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, их пишите под нашей передачей. Мы будем заходить, смотреть и отвечать вам. Большое вам спасибо за внимание. До свидания. До свидания.